Moza Mini P от компании Gatsen. Идеальный гимбл для путешествий, съемок экшена и вообще для повседневного использования. Mini P в первую очередь был создан для использования с небольшими устройствами, такими как смартфоны или экшен-камеры. Однако он может выдерживать нагрузку до 900 грамм, а это значит, что он может быть использован также с небольшими беззеркальными камерами, например, Sony Alpha 6600 или даже Sony A7 Mark III с небольшим объективом. И все это всего за 200 долларов. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? В этом видео мы посмотрим подробнее на этот гимбл и разберемся, что к чему. И давайте договоримся сразу. Лично у меня есть претензии к этому гимблу, но все, что я буду перечислять из минусов этого устройства, я буду это делать с оговоркой на его цену. Потому что стоит он всего 200 баксов, и это вдвое дешевле, чем, например, Жи Юн Выбил Лап или тот же DJI Ronin S. Поэтому ожидать полноценной замены этим устройством я бы, наверное, не стал. Но в то же время у Mini P однозначно есть свои плюсы, за которые можно отдать ему предпочтение. Особенно, если у вас ограниченный бюджет. Я не буду посвящать анбоксингу много времени в этом видео, в основном потому, что здесь особо-то и нечего анбоксить. Здесь находятся крепления для смартфона, L-образная рамка, сам гимбл, инструкция, подставка и два проводка. Все, кроме этого в наборе больше ничего нет. И это неудивительно, потому что стоит он всего 200 баксов. Основная фишка этого гимбла то, что он складывается, и это делает его еще более компактным. Несмотря на то, что он и так довольно небольшой. И в сложенном состоянии он становится настолько компактным, что практически вмещается на ладони, и при этом он довольно легкий. Это, конечно же, очень удобно для путешествий, да и вообще для того, чтобы вы могли с собой взять гимбл, просто так на всякий случай. Просто закидываете его в сумку или в рюкзак, и когда захотите что-нибудь снять, у вас с собой есть стабилизатор. Глядя на кнопки этого стабилизатора, становится понятно, что он был сделан с идеей того, что вы будете управлять камерой с самого гимбла. Кнопка записи, настройки камеры, все это вынесено на ручку самого гимбла, для того, чтобы мы могли управлять режимом съемки на ходу, не переключая свое внимание с гимбла на камеру. Для этого необходимо будет, конечно же, подключить вашу камеру к гимблу при помощи проводка, а будет ли это работать с вашей камерой, вы можете узнать, заглянув в список совместимых камер, которые вы сможете без проблем найти на официальном сайте Gatsen. L-образная рамка, к которой крепится ваша камера, может с легкостью сниматься и устанавливаться на гимбл в двух положениях. И это позволяет крепить вашу камеру на гимбл как горизонтально, так и вертикально. То есть в горизонтальном положении ваша камера устанавливается горизонтально, и вы снимаете как обычно, и вертикальное положение может быть удобно для съемки Instagram Stories или даже лайвстримов. Батарея здесь встроенная, то есть не аккумуляторы и не съемная батарея, и заменять ее на ходу не получится, как это, например, можно было делать с Moza Aircross 2. Но делать это вам, скорее всего, и не придется, так как в этом гимбле батарея держит до 20 часов. В зависимости от веса камеры это, конечно, может меняться, но все-таки я думаю, что использовать вот такой вот любительский непрофессиональный гимбл столько часов к ряду без возможности подзарядки не будет никто. Поэтому здесь, я думаю, не будет никаких проблем, просто после съемочного дня ставим гимбл на зарядку, и на следующий день он будет готов работать еще один съемочный день. Меня лично интересует, насколько хорошо этот гимбл работает с маленькими беззеркальными камерами, такими как Sony Alpha 6600, потому что именно на такую снимаю я. Как мне кажется, чисто для смартфона или GoPro можно найти стабилизатор и поменьше, хоть и тяжело будет найти подешевле. Но если мы говорим об универсальном устройстве, то, конечно же, Mini P будет слегка великоват для экшн-камер и маловат для фулл-фрейм камер с большими объективами. Но все-таки это одно устройство, которое может работать с камерами разных размеров, весом до 900 грамм. Если у вас серьезный сетап, и вы снимаете на большую камеру, то, скорее всего, вам нужен большой стабилизатор. Но если вы ищете стабилизатор для экшн-камеры или смартфона, и вы иногда снимаете на небольшую беззеркалку, то Mini P отличный кандидат. Что касается камер побольше, то не стоит ожидать от него каких-то сверхрезультатов. Ведь стоит он, напомню, всего 200 долларов. Теперь расскажу немного о минусах, которые бросились мне в глаза при первых использованиях. Меня слегка запутала анатомия этого устройства. Особо не запомнив, как он выглядел в сложенном видео, я разложил это устройство, поставил на него камеру, и после тестов пытался собрать его снова в компактное состояние, и у меня это заняло довольно много времени. Второй минус в том, что все три оси на этом гимбале блокируются, но делается это на каждой оси по-разному. Ну, то есть на Vibel Lab, к примеру, есть три одинаково выглядящих замка, которыми можно блокировать оси. Здесь же есть всего один подобный замок, все остальные оси блокируются за счет прорезиненных желобков, которые эти оси заводятся, когда гимбл складывается. И на сознание этого тоже потребовалось какое-то время. Ну и третий минус, опять-таки, по поводу складывания гимбала. Для того, чтобы сложить гимбал, вам придется сдвинуть оси относительно того, как вы выставили их при балансировке. А это значит, что вам не удастся, поставив камеру, отбалансировать гимбал, немного поснимать, затем снять камеру, и не сбивая настроек, снова сложить его для того, чтобы перенести на новое место, и там по-быстрому поставить камеру для того, чтобы начать снимать. При складывании гимбала все настройки и балансировки собьются. Такая проблема, правда, присутствует у многих гимбалов, которые блокируются в определенном положении. Mini P в этом случае просто не исключение. Что касается материалов исполнения самого гимбала, то все сделано довольно качественно и я бы даже сказал дороже, чем на 200 долларов. Возможно вот эта вот подставка для балансировки выглядит слегка дешевой и слишком легкой, потому что в Moza Air Cross 2 или в Moza Air 2 эта подставка имела такие металлические вставки, что придавало ей какой-то солидности и делало ее чуть-чуть тяжелее. Но с другой стороны борьба за компактность и легкость, поэтому я не сильно огорчен, что не самая важная деталь в гимбале выполнена, возможно, из более дешевого пластика. Управление этим гимбалом довольно стандартно и подобно другим устройствам, вроде Air или Air Cross. Здесь также есть Inception режим, Selfie режим, который включает с триггером, также есть FPV режим и быстрый доступ к Tilt Follow. Гимбалом можно также управлять при помощи мобильного приложения Moza Master App. Среди прочих доступны такие функции, как Mimic Motion Control, Time Lapse и Object Tracking. И если честно, доставил его из коробки, учитывая его маленькие размеры и легкость, я не сильно верил в способности этого гимбала. И первым же делом я решил протестировать его не со смартфоном или экшн-камерой, а я поставил на него сразу Sony Alpha 6600. И если честно, то этот гимбал меня удивил. Несмотря на некоторые подергивания при резких движениях гимбалом, те моменты, которые я пытался снять плавно, действительно получились отлично. В общем, для всех тех, кого интересует такой себе универсальный гимбал для смартфона и, возможно, для маленькой камеры, который, к тому же, стоит не очень много, я однозначно могу порекомендовать Moza Mini P. Это отличный гимбал для того, чтобы с него начинать, его можно таскать с собой на всякий случай каждый день. И, к тому же, это довольно бюджетный вариант. В общем, пишите в комментариях, что думаете по поводу этого стабилизатора. Можете также написать, если хотите себе такой же. Конечно же, не забываем про лайки. С вами был Алекс Чеплинский. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока!